Пока старшие дети на учебе, Марина с младшим Ярославом отправилась в отделение судзащиты. Многодетная мама, журналист и общественный деятель, она никогда не оставалась равнодушной к проблемам другим. Марина призналась, изначально искала информацию о повышении других тарифов, но наткнулась на постановление о повышении платы за проезд льготникам, в частности многодетным семьям. Таким образом, месячный проездной будет стоить 365 рублей. Повышают на 15 рублей, делают дороже льготные проездные. А что такое льготные проездные? На самом деле под постановление попадает, если не половина жителей Рязанской области, вы представляете, вот миллион жителей в Рязанской области, из них минимум половины это люди, это пенсионеры, наш регион стареющий точно так же, это дети, это многодетные. Кстати, большинство многодетных семей не знают о своих правах. Вот и Марина узнала о возможности получить льготный проездной билет только после кропотливой работы с документами. А самое интересное, что право на льготный проездной имеет только один из родителей. Более того, он именной. А между тем, по словам Марины, транспортные расходы занимают не последнюю строчку в семейном бюджете. Школа, кружки, работа родителей, все это, как говорится, выходит в копеечку. И деньги вроде небольшие, но что такое 15 рублей в месяц? Но 15 рублей в месяц для бюджета – это ничто. Возвращаясь к той же самой Рязани, они в месяц с сирых и убогих, в хорошем смысле этого слова, не в уничижительном, а с людей, которым тяжело, соберут миллион. Когда Марина увидела это постановление на сайте регионального правительства, подумала, что ошиблась. Не раз его перечитывала. Советовалась с юристами. Но итог остался тот же. А между тем, только в городе льготными проездными пользуются порядка 70 тысяч человек. Марина уверена, что за этим повышением последуют и другие. По мнению журналистов, в регионе, конечно, есть реальные льготы, которыми пользуется их семья в том числе. К примеру, программа по организации обеспечения детей из многодетных семей бесплатным отдыхом, бесплатное питание в школах, обслуживание, вне очереди в госструктурах, особенно это актуально в поликлиниках и так далее. Но есть и такие льготы, получить которые без труда не получится. Вопрос с приобретением рабочих тетрадей остро стоит для всех родителей. Рабочие тетради, те, на которые каждый год говорят, ну понимаете, ну вот можно рабочие тетради, ну купить, ну давайте скинемся и так далее. Я посчитала, в этом году я должна была на рабочие тетради потратить 7,5 тысяч рублей. Но они же положены бесплатно по закону. В свете этой ситуации повышение цен на льготные проездные билеты кажутся по меньшей мере кощунством, считает Марина Чупейкина. К тому же она уверена и свою уверенность подтверждает конкретными данными, что это одно из многих повышений, которые ждут жители региона в 2019 году. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».